Добрый день, уважаемые коллеги. Ещё раз, прежде чем мы перейдём к обсуждению некоторых вопросов таких традиционных повестки дня заседания правительства, хочу проинформировать тех, кто вчера не участвовал в обсуждении антикризисного плана правительства у президента, что мы по основным положениям этого проекта прошлись и в основном позиции плана согласованы, но договорились определённые направления доработать. И хотел бы ещё раз отметить, что сам по себе план состоит из комплекса мер, который направлен на обеспечение устойчивого развития экономики. Работа будет строиться по трём основным направлениям. Во-первых, это активизация экономического роста, поддержка системообразующих предприятий и малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это меры поддержки по отдельным отраслям, ну и в случае необходимости, если для этого сложатся условия или возникнут обстоятельства, и поддержка отдельных предприятий, этого мы тоже не исключаем. И в-третьих, обеспечение социальной стабильности. Речь, естественно, пойдёт о мониторинге цен на социально значимые товары, лекарства, о дополнительных шагах на рынке труда и о поддержке самых незащищённых групп населения, инвалидов, пожилых лиц, многодетных семей. Объёмы финансирования по отдельным мероприятиям плана мы ещё уточним, потому что это всегда выбор между двумя позициями, это, в общем, нормальная история. Тем не менее, большая часть будет выделена из федерального бюджета и средств Фонда национального благосостояния, а также путём предоставления государственных гарантий. Причём, в любом случае, это достаточно значительные средства, и их нужно использовать максимально эффективно, направить туда, где они создадут необходимый результат. По отдельным направлениям несколько слов скажу, чтобы коллеги понимали, в каком направлении, в каким позициях идёт работа. Первый блок касается мер макроэкономического характера. Важно сохранить условия для развития экономики и макроэкономическую стабильность, о которой мы всё время говорим, обеспечить стабильную работу финансовой системы, поддержать и банковский сектор, и добросовестных заёмщиков, которые занимаются проектами в реальном секторе экономики. Мы уже, как вы знаете, выделили агентству по страхованию вкладов 1 триллион рублей. Все процедуры по этому направлению, по декапитализации банков, должны быть завершены до конца января. Ещё 250 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния получат банки с государственным участием для финансирования инфраструктурных проектов. Это деньги, которые должны пойти на поддержку отечественного производителя, на создание новых производств. Для предприятий реального сектора должен быть увеличен объём государственных гарантий по кредитам. Такие гарантии должны в первую очередь получить те, кто участвует в реализации приоритетных для страны инвестиционных проектов. Государство окажет и страховую, и кредитную поддержку российским компаниям, которые ведут свою деятельность на зарубежных рынках, в том числе на базе существующих институтов поддержки экспорта. Конечно, нужно иметь в виду и возможный негативный вариант развития событий, резервировать средства на помощь тем системообразующим предприятиям, которые вынуждены принимать те или иные управленческие решения, включая в случае необходимости и сокращение рабочих мест. Под особым контролем должна быть работа в моногородах, где и сегодня работу найти не так просто. В общем, и здесь нужно будет принять целый ряд решений. Поддержка малого и среднего бизнеса. Нам необходимо будет окончательно определиться с критериями выделения малого и среднего бизнеса, отнесения того или иного предприятия к соответствующим категориям. Ну и по окончании этого процесса, когда будет уже решение, определиться с мерами поддержки, в том числе с теми мерами, которые касаются налогов. Ну и, естественно, дать необходимые импульсы, если мы об этом окончательно с вами договоримся. Отдельный раздел антикризисного плана касается поддержки конкретных отраслей, как я уже сказал, это и стройка, и транспорт, и, конечно, сельское хозяйство. Мы должны будем принять отраслевые программы импортозамещения. Приоритетная задача – выделить главные позиции, сконцентрировать именно на них бюджетную поддержку. Такие решения должны быть подготовлены, как мной уже было сказано, и по аграрному сектору, и по оборонке, и по другим отраслям. Основная проблема для промышленности сегодня – ухудшение условий кредитования, это понятно, нехватка оборотных средств, поэтому придется субсидировать и часть затрат промышленных предприятий по кредитам на пополнение оборотных средств. А также дополнительно планируется выделить для смягчения сезонных рисков аграрного производства и сохранения темпов кредитования АПК дополнительные деньги. Традиционный антикризисный инструмент – это стимулирование спроса на отдельные виды промышленной продукции. Вчера обсуждали это, обсуждали и на совещании, которое было у меня по промышленности. Речь идет о продлении целого ряда программ для того, чтобы поддержать отечественного производителя. Речь идет и о программах закупки транспорта, и о программах поддержки работы техники на газомоторном топливе, о программах утилизации. В общем, по всем этим вопросам нужно будет окончательно определиться и принять решение. Важно поддержать те отрасли, которые дают импульс развитию смежных производств. К таким, конечно, относится и жилищное строительство, которое имеет довольно значимый кумулятивный эффект, включая поддержку кредитования строительства жилья и эконом-класса. И еще одна социально значимая отрасль – это транспорт. В частности, речь идет и о воздушном транспорте, и о железнодорожном сообщении, включая пригородное сообщение, по которому сейчас возник целый ряд проблем. Необходимо будет определиться и решение, соответствующее, принять. Мы не можем игнорировать ситуацию, которая сложилась в регионах. Какие бы трудности ни испытывала экономика, важнейший приоритет деятельности правительства и государства в целом – это исполнение социальных обязательств. Первоочередные меры правительства должны будут связаны с прямой поддержкой рынка труда. Особенно важно продолжить индексацию пенсии. Здесь решения приняты. Будем, конечно, внимательно следить за рынком лекарств, чтобы обеспечить стабильные цены и наличие жизненно важных для здоровья людей препаратов. Также необходимо посмотреть на ситуацию в регионах, на те меры, которые можно предпринять в регионах, включая программы профессионального обучения, организацию общественных работ. Собственно, этими вопросами мы занимались и в период кризиса 2008-2009 годов. Но там есть свой опыт, он и положительный, наверное, что-то и не обязательно востребовать из того опыта. Но, тем не менее, обращаться к нему необходимо. Также в бюджете должны быть зарезервированы средства на пособия безработным, в том случае, если их число будет увеличиваться, ну и целый ряд других мер, по которым мы с вами договаривались в ходе совещания по социальным вопросам. То, как быстро мы сумеем продвинуться в реализации всех этих мер, в немалой степени зависит от регионов. Как мы и договаривались, и об этом вчера тоже было объявлено, в каждом субъекте Российской Федерации должна быть создана специальная комиссия, комиссия по устойчивому развитию экономики и социальной стабильности. Я еще поговорю на эту тему со всеми руководителями субъектов Федерации в режиме видеоконференции. Ну и регионы до середины месяца должны следующего утвердить свои планы реагирования на кризисную ситуацию, исходя из возможностей региональных бюджетов и той помощи, которую мы сможем оказать из федерального центра. Вот еще, что хотел бы сказать. Для того, чтобы все это сделать после утверждения плана, а это должно состояться не позднее начала следующей недели, с учетом совещаний у меня и у президента, для реализации всех этих мер необходима серьезная законотворческая работа, нормотворческая работа, скажем так. Это и подготовка 60 законопроектов, ряда указов президента, значительного числа актов правительства и большого количества ведомственных документов. Хотел бы обратиться ко всем коллегам. Заняться этим вопросом нужно будет в приоритетном порядке, потому что без документов, как вы понимаете, государственная машина не работает. Мы можем принимать любых самых лучших решений, и даже эти решения будут подкреплены деньгами. Но если будут просрочки в подготовке документов, движения не будет. А это потеря темпов, это потеря дней и в конечном счете удар по уровню жизни. Действовать нужно быстро. Поэтому аппарату правительства поручают скорректировать план законопроектной работы. Обратите на это внимание. Исполнение антикризисного плана, естественно, будет контролироваться мною лично. Комиссии в соответствующих сферах экономики продолжат работу. И работает специализированная комиссия, которую возглавляет первый вице-премьер правительства. Ну и, наконец, вот еще что хотел бы сказать. Мы все, коллеги, понимаем те причины, которые спровоцировали проблемы в экономике. Их несколько. В общем, мы к ним неоднократно обращались. Это и структурные проблемы нашей экономики, и незавершившиеся последствия кризиса 2008 года. И, конечно, фундаментальное падение, скажем, даже больше, обрушение цен на нефть. И, конечно же, то внешнее давление, которое стало следствием политических решений, и принятых нашей страной. Это был сознательный выбор. Выбор по просьбе людей, которые обратились за помощью и поддержкой к нашей стране. И, по сути, это единая позиция не только ветвей власти, но и всего нашего народа. Поэтому, как ответственные руководители, мы должны понимать ту цену, которую нам приходится платить за принятые решения, какая непростая работа нам предстоит, чтобы минимизировать последствия экономических проблем. Хотел бы просто привлечь внимание к тому, что это наша общая ответственность. И я рассчитываю на конструктивную совместную работу правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, естественно, при поддержке наших других коллег. В ближайшее время, после утверждения антикризисного плана, я просил бы посетить Государственную Думу, руководителей правительства и представить наши предложения парламенту для организации совместной работы. Это очень важно. Мы так поступали в 2008 году. То же самое нужно сделать сегодня. Теперь перейду к основной повестке дня. У нас довольно много законопроектов, и больших, и, может, не очень больших, но важных. В частности, ряд из них направлен на предотвращение нарушений в использовании материнского капитала. В ряде случаев, к сожалению, эти средства использовались неправомерно через некие мошеннические схемы для обналичивания денег. По данным МВД, с 2010 по 2013 годы было выявлено свыше 4000 таких преступлений, в том числе при погашении основного долга уплаты процентов по договорам займа, которые заключались с микрофинансовыми организациями. На эту тему подготовлен законопроект, которым исключаются микрофинансовые организации из числа тех, кто может оперировать средствами материнского капитала. Кроме того, возможность получать средства материнского капитала на погашение займов будет предоставляться кредитным потребительским кооперативам, которые уже зарекомендовали себя на рынке, которые работают не менее трёх лет с момента их госрегистрации. Сегодня мы также обсудим законопроект, который касается уточнений в отраслевом законодательстве полномочий органов местного самоуправления. Это поправки вводной и земельной кодексы. Они приводятся в соответствие с базовым законом о местном самоуправлении. Ещё один документ, который мы сегодня обсудим, касается упрощения таможенного администрирования на территории особой экономической зоны в Калининградской области. Мы тоже об этом договаривались, и работа эта должна быть продолжена. Также в повестке дня распределения субсидий для выплаты денежного поощрения учителям в этом году тысяча лучших педагогов в 85 регионах страны получат соответствующие средства по 200 тысяч рублей. Они запланированы в федеральном бюджете. Сегодня также мы распределим межбюджетные трансферты на выполнение региональных программ в сфере дорожного хозяйства. Речь идёт о государственной программе развития транспортной системы. Дороги нужно строить даже в тот период, когда непросто. Непросто.